Всем привет! Вы на канале В поисках Клада с Дашей. Не забудьте поставить лайк под этим видео. Сегодня у меня поиски в лесу. Лес очень старый. Будем искать злато и серебро с вами. Приступаем к поиску. Настрою сейчас свой прибор. Нравятся быстрые настройки. Буквально несколько секунд. И вперед! Надо надеть перчатки. И забыла еще побрызгаться от комаров. А то что уже заедать начали. Рядом возле машины прямо сигнал. Я его немножко уже откопала. Время зря не тратить. А сигнал у нас на руку сарго. 14.21. Может конечно ерунда. При куче сигнала это у нас выдают поздние советы. Так, что-то выпало у нас. Эй, точно! Смотрите. Точно, точно. Сигнал плохой. Это у нас поздний совет. Да еще такой маленький. Находки все рядом. Только отошла от машины. И уже первая находка. Это у нас копеечка. 1963 года. Да, темненькая монетка. Поздние советы. Расшевелила я мурашей. Как они здесь все побежали. Даже по камере побежал муравей. Когда успел только заползти. Гиганты. Очень большие муравьи. Сейчас уже проверяю сразу ямочки свои. В этой ямочке у меня нет ничего. А рядом сигнал 48-50. Сигнал хороший. Уже не такой, как был рядом. Так, попытаемся выкопать. А то все заровняем. Сразу же. Хорошо копается. Мягко. Кисточек. Просто прекрасно. Так, посмотрим. Хоть бы не зря копать. Такие хорошие сигналы. Пробочки. В основном бывает. Пробочки, пробочки. Так, конечно. Где-то что-то здесь. Да, это пробка. Рядышком. Не повезло. Так бы две монетки сразу же. Ну, ладно. Сейчас даже смешно стало. Заровняла свои ямочки. Катушкой снова провела. Опять сигнал был. Смотрите. Копейка. Чуть не ушла. Так что. Надо вообще проверять хорошо. Так я буду возле этой сосны, наверное, стоять сегодня. Сейчас еще вокруг обойду. Это у нас копеечка 1968 года. Вот так. Две копеечки рядышком. Темные монеты были бы ранние, были бы золотые. А так темненькие. Ну, ладно. Пускай будет две копейки в одной ямке. Надо обязательно проверять. Не уходить сразу. Редко такое. Но бывает. Еще какой-то сигнал. Может, еще одна монета. Представляете? Неужели еще одна копейка? Я уже не удивлюсь. Положила я свою монетку. А то такую крошечку можно потерять. Это что такое? Смотрите, еще одна копейка. Нет, чтобы что-то покрупнее. Еще одна ржавенькая копеечка. Уже третья. Сейчас почищу и посмотрим с вами. Бывает же так. Еще одна копеечка 1967 года. А я уже хотела бежать дальше. Уже вот видите, третья копеечка лежит. Копейки меня здесь сегодня ждали. Надо же. Потеряли во времена правления Брежнева. Вот так вот. Очень интересно. Сигнал 19. Неужели еще что-то? Может быть, даже на поверхности? Не знаю. Посмотрим. Или это где-то еще в глубине. Нет, в глубине. Надо копать. Думаю, выкопала. Это я заровняла. И снова пришлось все здесь раскопать. Что-то здесь. В иголочках ничего и не видно. Листики, иголочки. И больше ничего. Нет, нету. Что-то сюда свалилось. А, смотрите, копейка еще одна. Это кто такой? Смотрите, на меня нападают монстры. Ужас. Ой, меня сейчас заедят монстры. Вбиваются. Ай. Посмотрите, нападает. Кошмар. Вот и муравьи. Сразу прямо хотел прокусить мне перчатку. Сейчас почистим, посмотрим год. Их вы уже четвертая копейка. Скоро мне здесь едят уже эти монстры. Копейка 1967 года. Почему-то такие мелкие монеты. Крупнее не потеряли. Пин скоро муравьи съедят уже. Начинают подъедать. И меня тоже, наверное, скоро съедят здесь. Останутся одни косточки. Будете надо мной, наверное, смеяться. В общем, заровняла я ямку. Пошел снова сигнал. Ямку раскопала. Сигнала нет. Решила проверить пином. А сигнал идет. Вот так вот. Снова копейка, наверное. Что там? Что там еще может быть? Ой, опять монстры нападают. А вот даже, смотрите. Еще одна копейка. Сейчас покажу вам. Еще одна копейка. В общем, не уйти мне сегодня от этих монстриков. Не, ну надо же, у кого-то лежали в кармане одни копейки. Да, это у нас одна копейка 1968 года. Вот с чего у меня сегодня начался коп. Сейчас напишите мне. Это Даша. В общем, напишите сами, что это было за деревом. Вы уже знаете, догадываетесь. Кто это потерял? Не буду говорить. Сами напишите. Кто мог за деревом потерять эти копеечки? Отошла за дерево. И уже сигнал получше. Курши повыше. 46-49. Видите, летит. Я их называю карусами. Летят, как только не боятся. Падают, разбиваются. И все равно летают. Ну, где-то там спрятался. Сейчас мы дождемся. Вылетит. Улетел. Не видно. Ну, ладно. Так шумно. Даже ничего не слышно. Так, сигнал. Сигнал хороший. О, смотрите, как здорово. Хороший был сигнал-то. Что-то она какая-то вся темная опять. Монетка. Вот, друзья, это я все хожу. Видите, любимое дерево у людей было. Прятались, наверное, за него. Потому что оно такое здоровенное. 200 лет, наверное, ему. Вот с той стороны я там все заровняла. Там у меня 5 целых копеечек лежало. Перешла вот сюда. Снова сигнал. И вот, видите, опять находка. Вот так. Это у нас 3 копеечки 1938 года. Что ж, она какая-то черная. В основном монеты этих годов всегда желтенькие, красивые. А это какая-то страшненькая. Не повезло монетке, плохо сохранилось. Да, ну ладно. Сейчас я здесь вокруг буду ходить. Не отпускает меня это место. Сейчас покружим прямо возле машины. Видите, вот моя машина. И вот никак не могу уйти никуда еще. А зачем куда-то идти, когда есть находки? Снова у меня был сигнал. Развернулся этот у нас Карлсон. И снова полетел сюда. В общем, не слышно ничего было. Думаю, ладно, выкопаю. Потом уж посмотрим, что здесь такое. Это у нас снова монета. Хорошее дерево. Какой год? 1954, 20 копеечек. Замечательно. Вот так вот. Вот дерево. Вокруг походишь и карман монет накопаешь. Такие большие собаки лают в лесу. Страшно. Страшно, друзья. С собаками с этими. Сигнал. Да, вот такие сигналы. Как вот я копейку копала. Не все. И копают такие сигналы. Это уже опыт. Должен быть. Опыт, опыт. Все приходит с опытом. Там у нас была фольга. Уже не стала вам там показывать. Нечего показывать. А сейчас сигнал. Вот здесь я нашла троечок. Это я вот круг. Все увеличиваю, увеличиваю свой круг. Видите, я сразу не проверила. Пошла вправо. А рядом еще один сигнал. Заколдованное место. Не могу с места сойти. Видите, на ротусе 48-45. Так, что у нас тут? Вот здесь, видите, монета. Рядом пробка. Золотая. Сигнал на сигнале. Вообще. Здесь копать и копать надо. Темненькая монета. Какая-то. Что-то она позеленела очень сильно. Так, сейчас я маленько ее потру. И господь посмотрим. Понятно, что это 3 копейки. Года не видно. Вся позеленела монета. Вот так, видите. Ладно. Не будем время терять. Копала свой сигнал. Возле грибочка прямо. Грибочек растет. Вот сейчас и грибочек срежем. Я взяла с собой рюкзак, пакет и ножичек. Звучал, знаете, вообще классно. Звук такой был. Звук-то песня 81, как будто империя. Я уже обрадовалась рано. Немножко, правда, еще и лопатой задела. А это у нас 5 рублей. Вот так. Думаю, пойду возле этих деревьев похожу. Вот большое дерево. И вот рядышко. Еще одно такое же. Вдруг кто-нибудь здесь тоже прятался. Посмотрим. Видите, современная монета. 5 рублей. Жалко не империя. Очень жаль. Сплошной обман. Заколдованный лес. Сейчас грибочек срезала. Чистейший. Вот так. Сегодня у меня монетно-грибной коп получился. Положу в пакетик. И дальше пойдем. Приходится все копать, друзья, опять. Копаю все сигналы. Больше 10. От 1 я уже копаю. Пробовала копать. 7, 8, 9. Это 100% фольга. Больше не копаю. Время только тратить. Если сигнал ниже десятки, это все. Пустая трата времени просто. Видите? Сигнал не очень. Зона отдыха здесь. Побрызгалась. Все равно комара заедает. Монетка малюсенькая. Да, как же они плохо звучат. Конечно, когда, наверное, выкопаешь. Сейчас посмотрим. Ну, видите? Уже 12.14. Чистый сигнал. А когда вот в земле сигнал совсем плохой. Это у нас 10 копеечек 1953 года. Монеты быстро теряются, выпадают из карманов. Крупную можно почувствовать. А вот эта мелочевка выпала незаметно. И все, не найдешь. Новый сигнал, как песня. 38-40. Думаю, что что-то не глубоко лежит. Это у нас либо пятак, либо пробка. Это пробка. Не пятачок. Эй, жалко. 25-27. Зашли в зону пробок. Называется берегите нервы. У кого нервы слабые, лучше не копайте. Так, что-то рядышком. Это что такое? Ой. Бил это хорошо. Фантик какой-то. 25-27. Я думала монета. А хороший. 42-41-45. Будем копать. Где-то еще внутри. Все, где-то сигнал пропал. Так, ну-ка проверим. Ай, проверять не надо. Из песка-то хорошо монеты вылетают. Просто здорово. Ух ты. Монета какая. Хорошенькая. Это у нас 5 копеек 1931 года. Слегка подзатертая монета. Ну, я здесь уже чистить не стала. Так, темненькая. Главное, год посмотреть нормально. Монеты есть. Терялось очень много. Во все времена. Потому что здесь зона отдыха. Отдыхают до сих пор. И в те времена, и в советские. Думаю, что и в царские времена всегда здесь отдыхали люди. Так, замечательно здесь. Хорошо. Хожу-хожу потихонечку. Потому что много сигналов. 99% это пробки. Но среди них попадаются и монеты. Сигнал 56. Бац. И в патрон лопатой попало. Патрон золотой был. Какой калибр у нас. Здесь у нас 20. А здесь 52. Или 62. 52. В общем, патрончик. 56 бил, так хорошо. Бац. И лопатой по нему. Но нам не нужен. Под дерево положим. Пускай лежит. Охотники ходят. Охотятся. Первый у меня за сегодня. Хороший сигнал. Высокий. Так. Сигнал 81. Будем копать. Вот наш высокий сигнал. Это у нас топор. Я думала монета 81. Потому что 80. Даже клеймо стоит. Может можно же чего-нибудь прочитать. Вообще не глубоко лежал. Видите. На поверхности. Кто-то его потерял. Проволока здесь. А нет. Это не проволока, а гвоздик. 1980 год топор. Вот так вот. С 80-х годов. Топорик. Кто-то потерял. Хороший топор. Не сломанный. Ничего. Соберу, наверное, с собой. Хороший топорик. 80-го года. Да. Советские гвозди уже. Уберем. Давно я уже не находила топоров. В основном топоры без всякого клейма. Здесь даже клеймо. Год указан. Все как положено. Друзья, вы знали, что в магазине Камрад большой ассортимент металлоискателей. Я недавно заходила на их сайт. Посмотрела. Там очень много. Большой ассортимент. Можно купить не только Рутус Арго. Но и большой ассортимент у них других металлодетекторов. А также различных аксессуаров. Ссылочка на этот магазин будет в описании под видео. Отличный магазин. Хорошие цены. Только не забывайте называть промокод в поисках клада с Дашей. И будет хорошая скидка. А мы продолжаем поиски. Снова сигнал 81. Представляете? Еще один топор, наверное, советского времени. 81, 82. Если не топор, это у нас империя. Рядом сигналов нет. Лес здесь чистый. Я ушла из зоны, где очень много пробок. Сделала себе передышку. Я уже устала копать. Вообще. Устала уже что-то. Хороший сигнал. Друзья, это, наверное, империя. Уже 83-85 бьет. Это крупная монета. Это 100%. 100%. Так, аккуратненько. Ух ты. Серебро. И я обалдела вообще. Ух ты. Серебро советское, друзья. Я, сколько у меня сейчас эмоций. Как говорят, орать не буду. Эмоции надо контролировать. Но руки начинают трястись. Как же я хотела. Давно хотела найти такую монету. Никогда не находила советское крупное серебро. Ой, как этот лес я люблю. Это вообще я уже сколько сюда езжу, ни разу не уезжала без находок. Крупного серебра я не находила здесь. Находила 10 копеек советских. Что-то не помню, какого года уже. Но видео увидите. Может уже увидели это видео. Но тоже в этом лесу. Ох, класс. Вот это вообще супер находка. Да, вот серебро. Есть серебро. Ничего ему не делается. Бывает какой-то темный налет. Но здесь, видите. Вообще хорошая монета. Ой, как же я долго тебя ждала. Ох, смотрите. Вообще 1924 год. Сердце сжимается от радости. От приятных эмоций просто. О, хорошо как. Лес здесь, конечно, вообще очень большой лес. Здесь ходить и ходить я вот сколько раз. Тогда вообще приехала. Кучу монет здесь накопала. Тоже советских, видите. Империя попадается здесь очень редко. Но бывает. Вот как сюда не ездить, если находки идут. Хоть и пробок много. Копаешь, копаешь. Но монеты попадаются. Ой, класс. И снова сигнал. 81, 82. Что топор, что серебро. Вот так вот. И империя Наруто Сарго тоже так звучит. 82, 81. И серебро. Серебро, видите, крупная монета. Поэтому звенела, как медь тоже, если можно так сказать. Медная также крупная монета звучит. Ох ты, класс. Поеду сегодня с таким серебром. Ставьте, друзья, лайки. Подписывайтесь на канал. Сегодня я счастливая опять. Не затертая. Вообще классная монета. Ой, я что-то зависла. Опять скажет. Ты долго крутишь в руках монету. Не теряя время. Но когда, друзья, находишь вот такие монеты, это же очень редко попадается. И вот прямо не можешь остановиться. Хочется ее держать и держать. И болтать. И все на свете. Потому что уж очень, так это, знаете, волнительный момент. Поэтому хочется на нее смотреть и смотреть. Продолжаем дальше. Ох, вот так вот. Я довольна вообще. Даже не чувствую. У меня уже три комара на руке сидит. Я даже не чувствую боли. Вот видите, какие эмоции. Что даже забываешь обо всем, что тебя кусают комары. Темно уже опять в лесу. Но еще время есть походить, конечно. Еще похожу я обязательно. Сейчас еще проверю здесь все. Хожу уже в темноте. На обрыве. Здесь у меня, видите, обрыв такой вниз уходит. И я хожу. Уже пошла в сторону дороги. Потому что ушла далеко. Откопала. Сигнал хороший. Ого, уже видно, видите. Тридцать один где-то. Пинь видно. И ладно. Так. Что-то мы нашли. Перчатки тоже видно. Что-то у нас здесь. Что-то у нас здесь. А у нас здесь монета. Монета, друзья. Да. Сигнал-то был хороший. Что получается? Две копейки 1953 года. Вот так вот. На обрыве тут тропинка. И кто-то по тропиночке шел. Обронил. Еще бы походить. На жутко так. Иду к машине. И смотрите монеты. Все по этой тропиночке. Лежало не глубоко. Сигнал был. Тут уже смысла нет показывать. Темно. Сигнал был пробочный вообще. Сейчас я в руки возьму. Это у нас 20 копеек. Вот так. Продолжает этот лес радовать нас находками. Вообще здорово. 20 копеечек 1961 года. Вот так видите. Еще до конца даже не потемнела монета. Уже темно. А мы тут с вами монеты ищем. И находим. Хоть и в темноте сигнал-то все равно слышно. Но цифр я уже не вижу. А сигналы хорошо слышно. 20 копеек нашла вот здесь с 1961 года. Только вам показала. Рядом снова сигнал. Пуговица. Представляете. Это что здесь было только. Так. Сейчас я ее возьму. Посмотрим с вами. Звездочку вижу. Рядом. Вот. Вот я заровняла. Сигналы. Что здесь было. Непонятно. Я говорю какой-то здесь лес. Сейчас вообще меня кружит-кружит. Заколдованный лес. Хорошая пуговица попалась. Советского солдата. Порвали наверное китель солдату. Пуговица отпала. Ну. Так. Предположение. Кто его знает. Что здесь было. В те времена. Ну здорово. Такая темнота. Вообще я уже иду. Глаз к льне ничего не видно. Как говорится. И находки вот и идут и идут. Вот так. Сегодня у меня замечательный коп. Я вообще так довольна. Хоть бы не сгладить друзья. Подводим итоги. Пробок сегодня кучу накопала. Здесь еще даже не все. Гвоздь. Что-то так звучал хорошо. Странно. Кованый гвоздь в лесу. Что он тут делает. Неизвестно. Может и домик стоял. Кто его знает. Так. Это у нас посопутки. Грибов сегодня насобирала. Наконец-то и у нас грибочки пошли. Находки сегодня. Вообще интересно. В одной ямке было 5 монет по копейке. Тоже знаете. Очень приятно. Пускай даже мелкие монеты. Но когда в одной ямке находишь. Тоже эмоции зашкаливают. А когда находишь серебро. Сердце останавливается. Вот так. Видите. Находочки есть. Хороший лес. Еще наверное сюда ездить и ездить буду. Такое замечательное серебро пополнит мою коллекцию. Займет отличное место. В моем альбоме. Вообще классно конечно. Я очень довольна. Время друзья полдесятого уже. Ничего я сегодня задержалась в этом лесу. Ну это того стоило. Настроение замечательное. Эмоций куча получила. Здорово. Подписывайтесь на канал. Не забывайте ставить лайки. Всем желаю серебра и золота под катушку. Здоровья, счастья, успехов во всех делах. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok